всем привет спасибо огромное всем тем кто пишет комментарии под этими вот роликами небольшими очень интересно их читать с чем-то я спорю с чем-то соглашаюсь чем-то не соглашаюсь но в любом случае это очень здорово ну и конечно спасибо тем кто поддерживает канал целый канал целый канал такой да вот этот наш как поддержать канал написано под каждым роликом это очень просто тебе и мне приятно что называется очень хорошо ну и для тех кто сомневается в моей адекватности я скажу правильно делаете сомневайтесь потому что ничего нет скучнее чем абсолютно адекватный человек с адекватным человеком если он абсолютно адекватен вообще не о чем говорить и слушать его тоже бессмысленно потому что все что может сказать написано в газетах рассказано по телевизору в интернете опять же и это сплошные повторы так что нет вперед это там где красный свет как я уже говорил но адекватность это я к чему я к тому что некоторые тут выразили сомнения по поводу того что на мелодии издавалась музыка и гиппопа вот она вот она издавалась в таком вот виде миньончик эту я покажу даже чтобы не было а то подумают что я тут изобразил сам обложку нет вот пластиночка вот видно там не видно что там написано ну поверьте на слово пластиночка это существует она у меня и не только у меня ни в одном экземпляре она была напечатана на ленинградском заводе грамм пластинок в т.п. фирма мелодия 1990 год всесоюзная студия грамм записи записи с концертов в париже и детройте семьдесят седьмой восьмидесятые годы и песни success сиси райдер дженни текк райт и dog food и гиппоп стейси хейден скотт торнстон тони сэйлс хант сэйлс роб депри айван крал мишель пейдж дуглас бон и дэвид болви который здесь не написан не знаю но это бывает по авторским правам так что вот не сомневайтесь я абсолютно неадекватен потому что и гиппоп издавался на мелодии храню как память эту штуку но сегодня не про и гиппопа и гиппопа просто я вспомнил потому что хотел ответить одному из тех кто пишет комментарии и уличил меня в неадекватности правильно сделал молодец абсолютно в точку попал вот а я другом певце и танцоре известном о роде стюрте как это не удивительно будет наверное многим года полтора назад в музыкальном магазине я столкнулся с сергей николаевичем чиграковым которого все знают под псевдонимом чиш да чрезвычайно уважаю я сергей николаевича потому что он во первых прекраснейший музыкант изумительный совершенно ну я ну во первых я слышу то что он играет и поет и как он играет и поет и слышал я его в разных видах совершенно в разных состояниях по разному поводу и даже как-то в студии мы столкнулись когда мы записывали трибют майка который между прочим вышел на виниловой пластинке у меня ее нет но очень смешно потому что мы записали довольно давно эту штуку и чистом принимал участие шевчук и жени федоров и более гребенщиков и саша храбунов еще жив жив был тогда играл на гитаре и очень много очень интересная бластинка мы выпустили компакт-диск под названием паркмайкского периода и забыли про него ну то есть какое-то время он продавался все все мы хвастались смотрите что мы сделали так здорово с наилем кадыровым из продюсировали эту запись в хорошей студии вот а потом раз я вижу винил вышел такой совсем недавно я увидел ничего не написано кто это продюсировал что где записано когда мой бог с ним мне не жалко пожалуйста ради бога так вот столкнулись мы с одним из любимейших мною музыкантов отечественных чижом и чиж покупал эту пластинку рода стюарта это одна из последних его пластинок может быть последний наверное последняя я путаюсь в его последних релизах потому что их очень много и многих из них у меня нет хотя у меня полно пластинок стюарта я очень его люблю но пас последних изданиях я уже путаюсь какая последняя какая не последняя опитки много у меня нет а это у нас 21 год и мы сошлись с чижом в любви к роду стюарта потому что несмотря на то что здесь и драм-машины у него здесь у него синтезаторы здесь у него все 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 вот это вот искусственное но голос то тот же поет то также и песни на удивление хорошие здесь у него есть ряд пластинок таких достаточно посредственных попсовых тоже вот этих клавишно синтезаторных таких эстрадных но это только короткий период его карьере потому что и до и после там вот эти вот его трилогии огромные по-моему ни одна даже там american song book и и прочее вот это все очень здорово это это настоящий рок-н-ролл а рот стюарт это просто золотой голос рок-н-ролла англии это супер звезда 60-х начала 70-х годов это крутейший рок певец и чтобы вы знали и не сомневались в этом я покажу вам ранние его пластинки которые в доме каждого рок-н-ролль щека должны быть в частности первый альбом который вышел 1969 году называется просто рот стюарт альбом это в америке он так назывался в англии он назывался по названию одной из песен и ноут рейн кот won't ever let you down типа старый плащ не подведет что-то такое в этом роде это просто настоящий английской настоящая английская рок-музыка такая клейма негде ставить рядом здесь rolling stones рядом здесь до ху рядом здесь до kings и суперзвезды помимо этих названных имен еще хамбл пай и faces в группе faces род стюарт пел как раз и продолжал петь в процессе выпуска первых двух сольных альбомов он пришел в группу small faces они перемен переименовались faces потому что пришел другой вокалист да и группа стала играть немножко по-другому немножко жестче немножко пошире стали произведения и такой английский тяжелый рок не тяжелый рок тяжелый рок как мы привыкли до чай дентайн и все такое а основанный на рок-н-ролле основанные на буги но гораздо шире гораздо шире гитарней и тяжелее и очень кайфово все я буду много рассказывать про хамбл пай про faces с родом стюартом не не показываю пластинки пока покажу потом здесь на этом ну то есть вот стюарт пел faces да а одновременно стал выступать соло и записывать сольные пластинки там продюсеры были в восторге как раз его и затащили в студию с тем чтобы записывался и на альбомы и все получилось потому что первый альбом вот этот альбом он просто шикарный о последующих я расскажу попозже ну любимейший это конечно я влюпить читал the story вот этот это 3 по счету альбом но это все в будущем здесь играет рон вуд на бас-гитаре тот самый парень который стал штатным гитаристом the rolling stones много-много лет спустя после записи этого альбома рон вуд играл и faces и вместе с пришел собственно говоря за руку стюарт его привел хороший музыкант сильнейший и здесь он проявил себя как бас-гитарист великолепный просто великолепно в песня и нова ринк от won't ever let you down который откроет вторую сторону песня написано родом стюартом и там изумительная наглая громкая соло на бас-гитаре играет рон вуд ну собственно и помимо соло играет на всех песнях вас очень очень круто он очень хороший басист помимо того что прекрасный гитарист и в стоунс он себя раскрыл проявил по полной мере хотя фейсис он тоже блистал в качестве и бас-гитариста и гитариста иногда а фейсис отдельно пластинка начинается с песни street fighting man всем известный до песня rolling stones но стюарт по-своему все сделал у него здесь очень много акустики очень много фолка но фолк замешан с тяжелым гитарным английским роком и такой коктейль который никому не удавался пожалуй потому что либо фолк у нас либо у нас рок либо фолк-рок такой с утяжеленным с утяжеленный ритм секции со скрипами там как как файпад файпад конвеншен например там в общем-то достаточно тяжело все звучит но это такой фолк-рок такой аля-ля-ля-ля поговорим про файпад конвеншен отдельно а здесь такой совершенно уникальный коктейль акустические гитары и их много и слайд-гитара акустическая на которой рон вуд тоже здесь играет и врубаются электрические гитары барабаны очень сухой звук минимум обработок просто вот как будто в комнате все это рядом с вами звучит и так мощно так драйвово и стюарт пойдет конечно своим голосом золотым за которые его разрывали на части все и джефф бэк групп где с которым записал два альбома прекрасных и faces и и и и вот сольные работы и и просто был на расхват от этого немножко зазвездил говорят я не знаю если не знаком street fighting man он сделал как такую силе ту большую из двух частей первая часть более акустическая такая а потом такая микропауза и врубается группа вся с электричеством с жесткими гитарами и такой хаос рок-н-ролла начинается очень здорово а потом 1 man of constant sorrow следующая вещь традиционная американская фолковая песня вся в полу акустике ну естественно все подкреплено там бу-бу-бу-бу но акустика чистый фолк очень здорово поет стюарт очень мягко очень красиво blind prayer следующая песня 3 песня стюартам написано он проявился как автор здесь замечательно уже потяжелее уже рифовый гитарный рок и последняя песня на первой стране handbags and glad rags песня написано вокалистом группы manfred man's band майком да оба очень классный певец очень классный музыкант и он сделал специально для стюарта аранжировку этой песни она очень красивая балладная рок тяжелый в меру тяжелый но такая баллада пространная с хорошей вокальной линии очень тоже майк да оба он же вокалист один из мощнейших голосов того времени великобритании между прочим пел в manfred man's band я еще раз напоминаю на первых пластинках и он отдал эту песню стюарту сам написал аранжировку как я уже и говорил и даже сыграл по моему там на фортепиано если я не ошибаюсь очень хорошая песня тоже длинная и красивая вторую сторону открывает вот этот самый аналдрейн код фонд 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 эволю down ритм и блюз классический гитарный ритм и блюз прямо пришедшие из группы фейсис хотя написано родом стюартом как я уже сказал рон вуд играет в самом начале песни запил такой на бас-гитаре очень интересный очень наглый повторюсь очень наглый академические бас-гитаристы современные которые в ютюбе там показывается мастерство скажет а это туфта там туфта не будьте вот этими самыми вот этими самыми это все ерунда это все и мы сыграемся играйте идите играйте и мировая слава вас ждет в каждом клубе санкт-петербурга и москвы вы взлетите сразу конечно да 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 слыхали слыхали особенно слыхали как это все играется и и и для чего и ради чего в общем очень круто здесь играет рун вуд очень хорошо а вот его change of think следующая песня еще одна песня написанная стюартом тяжелая длинная и удивительно еще и то что на органе здесь играет кит эмерсон играет много играет также как в эмерсон лайкант палмер только в сторону рок-н-ролла поближе практически какой-то прогрессив рог привнес локит эмерсон конечно добавив своих клавишных безумных сюда но они не перетягивают на себя они в общей палитре очень все хорошо очень красиво получается синди сломин просто яростный уже рифовый тяжелый рок просто какой-то просто на одну сцену с диперку просто выходить и зарубать вот это все и идет о том замечательная баллада автора я не помню она написана было лет за 7-8 до выхода этой пластин очень красивая песня прекрасный финал альбома едва ли не трудно сказать что это лучшая песня на альбоме потому что здесь все песни хорошие но она завершает изумительно просто дети вон там в общем очень советую 69 год первый альбом рода стюарта и продолжим про него говорить дальше потом а я пока пойду пить бай бай